Так, нам пора начинать, потому что мы сегодня будем смотреть много картинок, но я надеюсь, что посмотрим их мы в хорошем, бодром ритме. Значит, формально у нас с вами опять лекция посвящена середине 90-м, 2000-м, самому интересному дизайну, лимитированным сериям, технокрафту, всяким дизайну экспериментальному. Но поскольку мы с вами уже привыкли к тому, что каждое десятилетие – это ведь не одна история и не две истории, это одновременно параллельно существующие 30 историй, что-то связано с модой, что-то связано с дизайном, что-то связано с графическим дизайном. Поэтому я стараюсь выбирать вам самые такие выпиющие сюжеты, которые действительно будут маркировать это десятилетие и останутся в истории. Значит, самым интересным, что случилось в 2000-х годах, стал, конечно, голландский дизайн. И тут мы ничего с вами не поделаем. И он до сих пор остаётся самым интересным, самым экспериментальным и самым таким. Вот есть мейнстрим, есть какая-то такая маргинальность, а есть голландский дизайн. Как в советские времена шутили, что есть фильмы хорошие, есть фильмы плохие, есть французские. Вот у нас сейчас есть дизайн тоже хороший, плохой, есть голландский дизайн, который всегда стоит как бы особняком. Значит, почему 2000-е так важны в плане того, что там было много лимитированных серий и экспериментов, и вообще поднялись галереи, и начал дизайн продаваться на аукционных, дизайном начали заниматься аукционные дома, потому что изменилась финансовая ситуация. Сейчас, когда прошло 10 лет, и мы с вами обнищали, и вообще жизнь стала совершенно другой, мы помним, какие это были 2000-е годы, а мне на почту ежедневно сваливалось 30 новостей, касающихся галерейных выставок, новых коллекций, каких-то грандиозных покупок, продаж на аукционах и так далее. Но не суть. Значит, вот инвестиционные фонды, много финансовых махинаций, много финансовой деятельности вполне себе чистой, нормальной, они требовали еще каких-то зон, где можно играть капиталом. Конечно, такой зоной, естественно, стало, оно давно уже являлось современное искусство, и дизайн в 2000-е годы подтянулся тоже очень быстро. Людям хотелось вкладывать деньги в объекты дизайна, галереям хотелось продавать, галеристам хотелось взращивать дизайнеров и устраивать им персональные выставки, и показывать их в музеях и так далее. Выращивать дизайнеров, как обычно галеристы растят, художников. И надо сказать, что действительно галеристы в этом процессе очень преуспели. В 2000-е нам дали плеяду интересных мастеров, у которых осталось отличное наследие. Даже если сейчас некоторые из них сошлись со сцены, некоторые продолжают в другом духе, некоторые продолжают эту самую деятельность, то вот расцвет, самый такой интенсивный период, это, конечно, были 2000-е годы до 2008-го года, когда, как известно, у нас случился первый коллапс финансовый. Но не суть. Значит, я сегодня очень долго, очень много буду рассказывать вам про голландский дизайн. Прямо вот всех покажу, ну не всех, но все-таки самых главных покажу. Чуть-чуть вам покажу галеристов, которые совершили, всех галеристов, конечно, я вам не смогу обо всех рассказать, просто расскажу вам о трех самых таких вот удивительных, с моей точки зрения. И закончится все это танцевально-обобщающей выставкой, которая была в музее Виктории Альберта в 2008-м, по-моему, году. Эту выставку сделал мой приятель Гаррет Уильямс, куратор музея Виктории Альберта, специалист по дизайну, который вот сделал эту выставку как обобщающую. И потом ушел из музея, и, значит, вот дальше дизайн стал продвигаться немножечко другими путями, о которых мы с вами поговорим через две недели. Значит, первая тема – это голландский дизайн. Значит, голландский дизайн – моя любовь, моя привязанность. Очень люблю, всегда с удовольствием смотрю. Что бы ни случилось, я стараюсь ехать на главное событие в году, где можно посмотреть голландский дизайн в самом концентрированном виде. Проходит оно в октябре. Каждый октябрь в городе Индховене проводится неделя голландского дизайна – Dutch Design Week. Куда действительно едут американцы, китайцы, японцы, хотя это вот маленький такой городочек, в общем-то, в небольшой Голландии. Но действительно, если вы хотите пощупать край современного дизайна, вот самые такие вот отвязные эксперименты, самые open-minded people, да, люди с открытым сознанием – это, конечно, да. Значит, с чего все началось? Началось все в 1993 году, когда два человека, которые тогда друг к другу неплохо относились, потом они вдрызг рассорились, это было, конечно, ужасно печально. Но в 1993 году Гис Бакер, он вообще дизайнер-ювелир по началу своей карьеры, но потом он немножко разнообразил свое амплуа. И историк дизайна, критик Рейни Рамакерс решили, что Голландии нужно что-то такое сделать, чтобы продвигать местных талантливых молодых голландских дизайнеров. Они столкнулись с некоторыми проблемами. Во-первых, голландцев, проектирующих очень много, а вот таких вот прямо суперзвезд, которые были уже, типа Рона Арда, например, или Филиппа Старка, в Голландии не было. Голландские имена плохо произносятся, их плохо запоминают европейцы. И еще и очень давит Италия. Итальянцы, они прямо выступают мощнейшим фронтом. Почему? Потому что у них фабрики, мелкие производства, мастерские. У них вот этот низовой уровень, который обеспечивает изготовление предмета, чрезвычайно силен. Итальянцы, им нужно было, как мы с вами неоднократно говорили, выходить, поднимать экономику после войны. И итальянцы стали чрезвычайно сильными. А после выставки итальянской 1972 года, о которой мы с вами тоже разговаривали, которая прошла в Нью-Йоркском музее современного искусства, тоже стало понятно, что итальянцы очень активны. Надо было им что-то противопоставить. Как поднимать вот этих не очень организованных голландцев, у которых вроде бы и на уровне ремесленного производства не так, чтобы вау. И фамилии тяжелые для запоминания и произнесения. И вообще как-то надо было их объединить. И они действительно придумали гениальную стратегию. Они организовали объединение, которое называлось «дрогдизайн». Дрог по-голландски – это сухой, дизайн в чистом остатке, без вот этой всей коммерции, без всяких этих самых напластований. Смотрите, в этом названии нет ничего голландского. То есть слово «дач» не присутствует. Но само слово «дрогд», которое, конечно, любое европейское ухо, вот эту сухость и слово «драйд» тоже слегка напоминает, но мы видим два «о», значит, это Голландия. Это действительно очень отличный пример того, как если придуман бренд, то под этим брендом можно подверстывать невероятное количество людей, в том числе и не голландцев, как выяснилось. Объединение, чему помогало, чему помогал «дрогдизайн»? Выставляться, производить предметы конкретные, путешествовать на миланский мебельный салон, выставляться на «Миланской неделе дизайна», публиковаться, распространять информацию о том, какие хорошие голландские дизайнеры и какой у них есть замечательный бренд «дрогдизайн». При этом каждый дизайнер проектировал сам, и, в общем, производили они тоже все сами. Это был такой вот национальный бренд, который, конечно, поддерживало государство. Это очень важно понимать, что в Голландии все вот эти дизайн-инициативы, они моментально подхватываются государством. Государство охотно тратит деньги на дизайн, на дизайнеров, на дизайнерское образование и так далее. Значит, конечно, конечно, с 93-го года не раз они, «Дрогдизайн» выезжал в Милан, не раз они проводили эффектные выставки на территории Голландии, путешествовали, ну, в общем, по Европе, катались в Америку и так далее. Значит, с какого-то условно там… А, в 93-м году придумали, в 96-м году они получили первый коммерческий заказ. Три года прошло, да? Чувствуете, что три года работы, вот после трех лет работы, продвижения, промоушена, чтобы все критики узнали, чтобы вся пресса написала, чтобы все фотографии дизайнеров были опубликованы и так далее. Вот начинается уже отдача. Да, бренд стал известен, пошли частные заказы. И не только частные. Значит, сейчас, сегодня, да, как бы официальная штаб-квартира «Дрогдизайна» находится в Амстердаме. Это и студии, и магазин, и маленькая гостиница. Ну, для своих, конечно, гостиниц на Букинге, по-моему, ее нету. Но в любом случае вы можете туда прийти, посмотреть вещи последней коллекции и те вещи, которыми друг дизайн гордится, и, естественно, купить любой, любой каталог любой выставки, любой там, периодически они делают свои издания, обычно юбилейные. Юбилейные издания у них хитрые. Вот самое известное называется «Десять лет и три года». Значит, они никогда не попадают в круглую дату. Вот они не могут сделать что-то к десятилетию, потому что они долго как бы раскачиваются, надо все подумать, как сверстать, что было красиво, как придумать концептуально. Поэтому есть такая книжка, я вам ее очень рекомендую, «Десять лет и три года», связанная со всей деятельностью голландского дизайна. И все там, все подробности можно узнать. Конечно, они думали о том, какой это должен быть дизайн. Что они придумали, Гейсбакер и Ренни Рамакерс? Они подумали, что голландцы бережливые, поэтому голландский дизайн – это вторсырье. Это любая возможность использовать какие-то уже существующие вещи, найденные или на помойке, или в старых шкафах, чтобы из них сделать что-то новое. Второй критерий – голландский дизайн должен быть ироничным. Ироний там действительно полно. Они такие немножко насмешливые, немножко провокативные, немножко эпатажные, но в своем именно они шутят, как голландцы. У них своя. Какие темы для иронии? Мы сегодня тоже посмотрим. Потом они говорят, что, в принципе, это должен быть дизайн простой. То есть вещи должны быть простые, как будто бы голландец, предприимчивый и настоящий протестант, выкручивается из сложившейся ситуации. Потому что голландцы вообще привыкли. Они все время борются со стихией, борются с климатом. И у них действительно гениально работает голова, как со скромным бюджетом сделать что-то стильное, гигиеничное, правильное и удобное. Но голландцы говорят, минуточку, мы, конечно, простые, мы, конечно, ироничные, но мы все-таки европейцы. Мы часть старой Европы. Поэтому обязательно в нашем дизайне должны быть аллюзии с большой европейской культурой. У нас есть свои потрясающие предприятия, у нас есть дельтская плитка, у нас есть кружева, у нас есть прекрасные текстильные производства, у нас есть голландская архитектура и у нас даже чуть-чуть есть голландский модернизм. Это у них называется неочевидный орнамент. Я вам тоже покажу вещи. Так они думают о себе. Потом у них есть довольно важная категория для них, что эти вещи голландские, они должны апеллировать к тому, чтобы коммуникация между людьми становилась проще. Когда коммуникация с незнакомым человеком становится проще? Когда вы пошутили, и он понял вашу шутку. Поэтому есть область иронии, а есть область такая, что понятно, что жизнь тяжела, понятно, что погода ужасная, понятно, что травы опять не достать. И бесконечно наступает это море, и солнца нету, и надо вкалывать. Но мы умеем пошутить, мы умеем разрядить обстановку, и наши вещи этому способствуют. Сейчас начнем смотреть конкретные вещи, и вы увидите массу вещей разных дизайнеров. Мне важно, чтобы вы почувствовали по количеству. Меня часто спрашивают, сколько же это было свободное объединение, туда можно было входить, выходить, можно было подключиться на конкретную выставку, можно было к конкретному проекту не подключаться, и все равно считаться членом объединения дров в дизайн. Удивительным образом туда действительно вошли некоторые иностранцы. Но самый яркий пример – это испанец Марти Гишей. Я вам вещи его сегодня покажу. Вдруг оказался. Потом некоторые испанцы, вообще отучившись в Эндховенской академии дизайна, осели в Эндховене и тоже стали как бы примыкать к дров в дизайну. Но прежде чем мы с вами начнем это смотреть, я вам все-таки хочу еще показать, так сказать, основные лица. До сих пор, благодаря объединению дров в дизайн, голландский дизайн очень многолюден. Там много проектировщиков, там много дизайнеров. Это не два-три человека отряд, а это отряд такой вот 50 человек. Значит, вот в данном случае в этом коллаже вы видите 10 людей чуть больше, потому что некоторые работают парами. Самые главные имена, сейчас я вам их просто перечислю, а о каких-то расскажу сегодня, а о двух расскажу в последней лекции. Значит, конечно, у нас есть Хэлла Йонгериус. Это суперзвезда, про нее речь будет отдельно. Конечно, у нас есть Юрис Ларман. Это человек, чьи музейные выставки уже идут в этом году, и слава которого Ирена Мэ будет расти и продвигаться. Есть Мартин Баас. Мартин Баас тоже любимец музеев, любимец галерейщиков. Очень экспериментальный, почти. По-моему, он никогда не делал серию, только лимитированные тиражи. Пит Хайнейк. Человек, который любит работать руками, любит пилу, любит рубанок, и при этом организовал, любя все это, любя тяжелый ручной труд, он умудрился организовать не только собственное производство, не только собственную мастерскую, но и ресторан, галерею, магазин и так далее. Конечно, в смокингах, в уголке, это мощнейшее тоже бюро студии ЙОП, которое тоже уже слава их сравнялась уже с Филиппом Старком. Внизу кокетливый господин, это Марсель Вандерс, сегодня про него вам расскажу. Ричард Хаттон у нас есть, Шолтон Бейджинг и Бертен Потт. Всех я вам назвала. Сейчас смотрим вещи, которые делали Дрогдизайн в разные годы. Намеренно вам показываю старую вещь. Это еще до того, как официально было объявлено о создании объединения. Вот такая голландская вещь. Под общим стрингом «use it again». Найдем на помойке и придумаем, что с этим делать. Это такая кофеварка, странная, пристранная. Когда итальянцы стремятся изо всех сил делать обтекаемые кофеварки, чтобы все было единым писем, единой формой, чтобы все было в стримлайне, чтобы была лине итальяна, итальянская линия, голландцы говорят, нет, у нас другой вкус, мы любим другое. Мы любим, чтобы у нас в наших голландских домах было видно, как варится кофе, куда мы засыпаем, как идет вода и так далее. Вообще это напоминает и старый телефон, и, не знаю, какой самогонный аппарат и так далее. Значит, это Теюреми. Теюреми – странный человек, он сделал очень знаменитые вещи, которые наверняка вы сто раз видели, но при этом он мало проектирует. Удивительно неплодотворный человек и удивительно его не подхватили галереи не в плане того, что его вещи не продаются в галерее, а в плане того, что галеристы не заставляют его делать вещи новые и новые. Так бывает. Это, значит, знаменитое кресло. Может быть, кто-то из вас несколько лет назад, по-моему, в 2012 году, в Манеже была шикарная выставка голландского дизайна, которая называлась «Новая роскошь в эпоху аскетизма». Там вот главные вещи, дрох, дизайн, их привезли. Курировала эту московскую выставку, конечно, сама Рейни Рамакерс. Она читала лекцию, она рассказывала про своих любимых дизайнеров. И там было, конечно же, это кресло. Может быть, кто-то из вас видел его живьем. Значит, смысл кресла простой. Призываю всех воспользоваться. Вы берете всю ненужную одежду, которую вам по каким-то причинам вы не готовы ее выбросить. Ну, там старые плащи дачные, какие-нибудь джинсы тертые, свитера прохудевшие. Все, что отвозится на дачу. Аккуратненько складываете слоями и перевязываете веревкой. У вас получается сидение. Слои могут быть любого цвета. Значит, Тею Реми, в отличие от многих дизайнеров, он как бы продает, не продает, а фиксирует концепцию. Вот он придумал, что так можно делать. При этом, конечно, когда эта вещь путешествует по разным музеям, конечно, тряпки едут разные. Тряпки с собой он не возит. Дальше. Юрген Бэй. Удивительный совершенно дизайнер с отличным таким вот... Вот он как раз очень хорошо чувствует, что Голландия должна как бы все время играть на своей старой европейской культуре. Вот надо бы все эти дворцовые люстры, весь этот 17 век, золотой век Голландии, надо как-то что-то с этим сделать, чтобы это было... Видно было, что эта вещь абсолютно современная, но вот такая вот, с какой-то культурной цитатой. Гениальная у него была коллекция. Это не одна люстра, это коллекция. Называется Shade Shade, Lamp Shade Shade. Значит, абажур-абажур. Тоже он как бы запатентовал принцип. Берется любой старинный светильник, любая люстра покупается на московском антикварном салоне и оборачивается вот таким плексиглазовым. У него зеркальная фольга, путаю, да, зеркальная фольга. И получается, что у вас есть и чрезвычайно декоративный элемент, такой многодельный, который интересно рассматривать, который выглядит роскошно. И понятно, что вы не просто, так сказать, бабушкину люстру повесили, а все-таки есть некая современная деталь. Вот Теюреми, еще ужасно известная его работа, сделанная в 91-м году. Значит, у нее даже есть название, которое я, естественно, сейчас забыла, долгое, по поводу того, что это вот твои воспоминания, которые тебе вот засоряют, засоряют твое сознание. Значит, тут в чем концепт? Вы берете на помойке найденные старые ящики, или если, допустим, вам надоел ваш шкаф, но вам жалко выбрасывать ящик, значит, вы собираете ящики, ящики, ящики. Лучше всего, конечно, на помойках, чтобы ящики были разные. И потом, значит, вот эту кучу всю более-менее там друг к другу представляете, чтобы она не разъезжалась, и обматываете ее гигантским таким ремнем. И у вас, я вас уверяю, эта вещь абсолютно функциональная. Значит, когда Ренни Рамакерс нам привозила сюда, в Манеж, вот этот комод, у нее там был даже среди этих ящиков винный ящик, то есть вы дверцу выдвигаете, а там, значит, соответственно, бутылочки. Юрген Бэй. Я считаю, что он вообще, конечно, действительно, вот... Там есть такие дизайнеры, которые попроще, а есть вот, которые могут придумать что-то очень простое, но вот прям идея классная. У него была коллекция, она есть до сих пор, называется «Кокон Фенничен». Что он придумал? Он придумал брать любые на помойке тоже найденные старые предметы, но лучше бы, лучше бы, чтобы они все-таки были исторические, чтобы Танет проглядывал, Танетовский стул. И потом он их заливал такой вот пленкой из поливинилхлорида, чтобы они выглядели как такими призраками. И, естественно, что вы можете составлять, поскольку эта пленка их держит, две разных модели, прижатыми друг к другу, вы можете сделать такие гибриды. Эффектная вещь в очень многих стояла ресторанах, пользовалась невероятной популярностью. Значит, тут вот эту вещь мы с вами понимаем плохо, потому что мы не знаем с вами, что это за бегемотики и что это за зайчики. А на самом деле это Герт Арнст, это такой голландский, очень известный графический дизайнер, который, значит, разрабатывал эти самые, во-первых, он иллюстрировал книжки детские, то есть дети знают, что это такое, и придумал вот эти самые фигурки животных. Ну, а Эд Аннинг придумал только эти фигурки, знакомые всем, превратить в коврики, входные коврики. Вот Марти Гише, испанец, это важно, но его Ренни Рамакерс так влюбилась в его идеи, непутевые, что сказала, ладно, иди к нам, к голландцам. И он действительно периодически, у него прямо есть такие вещи, которые он делал для объединения дрохдизайна, и они выставлялись вместе с голландцами, и даже, по-моему, я его первый раз увидела в каком-то 2001 году в Милане, именно как голландцы. Значит, в дрохдизайне очень любят как бы подчеркивать, что каждый человек, любой человек может что-то придумать сам, и это вообще имеет отношение к вашей бытовой жизни, и все это интересно, и вы можете вот do it yourself, но не совсем do it yourself, а вы можете проявить фантазию. Значит, знаменитый его светильник «Реинкарнируем», давайте же реинкарнируем, 2000 года, это настольная лампа, которая держится вот на таком проводе, она к этому проводу прикреплена, значит, провод в какой-то момент становится вот этой самой металлической опорой, значит, что мы видим? Мы видим совершенно такое голландское измененное сознание, когда начинают люстры летать, лампы летать, все двоится, при этом это реально существует, он не проектировал эту лампу, эта лампа существующая, он придумал только вот как ее так, она стала уже не совсем настольной, она как бы такая полупотолочная, полунастольная, и она как бы демонстрирует, что голландцы готовы раздвигать границы привычного, как-то ужасно смешно было, в какой-то момент дровдизайн условно в 2004 году он сделал в Санкт-Петербурге кафе Дач Рум. Оно недолго, было настоящее, нормальное кафе, вы могли туда прийти, выпить кофе, но оно, конечно, просуществовало не очень долго. Значит, не знаю, много ли картинок я вам тут, нет, немного, но, тем не менее, значит, характерные, очень узнаваемые стулья Йоргена Бея, лампочка Йоргена Бея, шейд-шейд, которую я вам показывала, но я, к сожалению, не помню, какой там был именно светильник. Вот, значит, и сразу мы видим, что она такая, голландский дизайн, он такой немножечко несерьезный, он немножко игровой, не совсем инфантильный, как испанский иногда бывает, но вот все время есть какая-то игра. значит, что здесь? Здесь слева занавески обычные, бытовые, да, но вот что придумать, какой узор придумать для домашней занавески? Цветочек скучно, клеточек скучно, кружочек скучно, полосочек скучно. Хорошо придумать то, что имеет отношение к графике, да, а что имеет отношение к графике? Это то, что это выкройки, да, которые рисуются хоть по линейке, но тем не менее, вот, была такая идея. Вот, под брендом Дрог дизайна вышли в какой-то момент очень эффектные обои. Сейчас я вам покажу. На самом деле, на самом деле обои вот такие, да, это рулоны бумаги с нерегулярными, то есть они там увеличиваются в размере вырезанными кругами. Как вы их используете? Главный принцип – это вы их клеите на старые обои, да, то есть не надо вот это вот заморачиваться, сдирать старые обои, шпаклевать, то есть его пятое, десятое. Просто вы купили рулончик, наклеили, и у вас получился такой, во-первых, совершенно другой вид. Потом есть эффект оп-арта, потому что я говорю, что вот эти круги, они нерегулярные, да, у них есть, они увеличиваются, да, и когда вы смотрите на заклеенную стену, да, у вас немножечко тоже сознание отъезжает. Виниловый проигрыватель, это мы можем вполне пропустить, здесь, а вот, а вот, значит, знаменитое кресло Марселя Вандерса, я вам его еще сегодня покажу, значит, в чем его соль, да, в том, что мы видим, что это макраме, да, это веревка сплетенная, а тем не менее оно стоит, да, и сидеть на нем, но если честно, конечно, прям вот плюхаться 100-килограммовому человеку и раскачиваться на нем, я бы не рекомендовала, но в принципе сидеть на нем можно, оно вполне удобное. Теореми, хорошо нам известный, придумал светильник, вообще со светильниками голландцы любят экспериментировать, потому что светильник, у него же есть абажур, да, если есть абажур, значит, есть либо какой-то бытовой предмет, либо что-то скульптурное. Значит, это молочные бутылки, настоящие, обычные. Другое дело, что у нас, например, насколько я знаю, вот таких вот молочных бутылок в быту нету, с широкими горлышками, да, а вот у голландцев они до сих пор остались в широком применении. Пьете молоко или какой-то другой молочный продукт, собираете бутылки, потом, значит, покупаете тросы и, пожалуйста, опять-таки, это же ведь могут быть бутылки какие угодно, они могут быть и вашими, и моими, и Теореми может нам принести эти бутылочки. Он запатентовал идею, подарил ее в мир. Выглядит, кстати, очень-очень-очень эффектно. Ну, эту вещь, которую тоже знают обычно все, даже люди совершенно далекие от дизайна, Юрген Бэй, мой любимец, придумал в 1999 году, то есть этой скамейке уже 19 лет. Тоже простая, но эффектная идея. Значит, конечно, есть бревна, в лесу бывают бревна, можно его принести, на помойке найти спинки старых стульев, чтобы они не валялись, и вот сделать так. Значит, опять-таки, конечно, когда эта вещь путешествует по, не эта конкретная вещь, а выставка дров дизайна путешествует по миру, никто с собой бревна не таскает, бревна находят на месте, но вот эти вот спинки, они изначально были, действительно принадлежали к конкретным старым винтажным стульям. Но потом уже, конечно, Йорген Бей додумался производить вот эти три классические спинки, повторяющиеся, и только вот он их возит туда-сюда, а бревна находятся на месте. Им хочется все время что-то одомашнить, что-то сделать, чтобы что-то выглядело попроще, поуютнее, чтобы не так давила погода, не так мучила природа. Гейсбакер, один из основателей, он все время продолжал работать как дизайнер, он немножечко меньше стал заниматься ювелиркой, и сейчас, может быть, кто-то из вас знает, очень популярный голландский дизайнер Альдебакер, это его сын. В 1997 году он сделал вот этот самый кофейник, это настоящий фарфоровый кофейник, только вот в таком платьице. Франк Тьепкима тоже несколько есть у него прям знаменитых таких вещей, но вот сейчас в последнее время я о нем не слышу, не знаю, куда он делся, чем он занят, как-то кто мне не попадается. Значит, придумал вазы. Значит, вазы тоже, да, вот ваза все-таки это такая очень традиционная вещь, да, она может выглядеть очень мещански, да, и вазы должны быть современны, вот как должна выглядеть современная ваза. Он подумал, что даже из фарфора, да, из традиционного материала все равно можно придумать что-то очень-очень такое вот авангардное. Значит, конечно, это компьютерное моделирование, да, значит, роспись, да, подпись, вот, соответствующим образом буквы стилизованы, да, они становятся такими плотными стенками, вот, и, соответственно, в отверстие, да, вот в эти лакуны между стенками букв, да, между линеечками сами вставляются цветы очень, я бы сказала, эффектно. это смешная тоже вещь такая, иногда, конечно, голландцы вообще распускаются и перестают, так сказать, изобретательно шутить и вот спускаются на этот уровень прямо вот детского сада, вот, вот, но мы их за это тоже любим, это такой вот стол, нарочито простой, да, вообще в нем ничего нету, но он поставляется с мелком, вот, и, значит, соответственно, у него такая поверхность, да, как лучше, чем у школьной доски, потому что на школьной доске, кто помнит, да, мы пишем, стираем, пишем, стираем, и в результате она становится там не коричневой, а какой-то кофейной, да, тут ничего подобного, вы можете нарисовать все, что угодно, тряпочкой прошлись и как новенький, да, ничего не остается, но вы можете этот стол декорировать. Нацарапай, процарапай, это уже Марти Геше, значит, что он придумал? Он придумал светильник, опять-таки, хочется, чтобы творчество, ну, как бы, творил не только дизайнер, да, но и человек, который покупает вещи. Значит, Марти Геше, что ему предлагает? Он предлагает черный куб, да, внутри светящийся элемент, и на этом черном кубе такой палочкой металлической, таким, стело, можно процарапать любой рисунок, все, что вы захотите написать, нарисовать, все, пожалуйста, к вашим услугам, вот в результате, значит, получается, и потом у вас светильник светится с вашей графикой. Духит, да, ударь, это Марин Вандерпол, тоже, он со сцены, к сожалению, сошел, да, вот кто-то из дрохдизайна, он пошел вперед и вперед, кто-то, значит, вот остался в истории. Марин Вандерпол придумал металлическое кресло, и вот этот самый потный голландский мужичило, да, он тоже вот на всех выставках рядом с креслом стоял. В чем тут суть? Это алюминиевое кресло, алюминиевый куб, и к нему поставляется вот такая кувалда огромная, да, и вы сами себе в разгаре, лучше всего, потому что он еще там долго развивал теорию того, что вот иногда хочется снять напряжение и вломить, да, почему-то, вот, чтобы, так сказать, родственники остались в тишине и в спокойствии, вот, и он предлагает, действительно, купите мой вот этот куб, и шаражьте по нему этой кувалдой, и у вас будет и прекрасное сидение, потому что действительно на нем можно сидеть, ну, особенно, если что-то подстелить, но и, соответственно, это вот тоже вы дома сами выступаете фактически скульптором. Опять, видимо, копится дурное настроение у голландцев, и они творчески к этому подходят, думают, как с этим быть. Тот же Франк Тьепкема, придумал вазу разбей, да, значит, смотрите, она вообще фарфоровая ваза, да, но у нее внутренность, да, выложена силиконом, да, поэтому, смотрите, вы ее разбиваете, швыряете об пол, сжимаете в руках, да, она только трескается, только хорошеет, так, не поставила я вам большой, в общем, в результате у вас ваза остается, да, вы спокойно наливаете в нее воду, ставите цветы, вот, но когда уж совсем прямо не в моготу, можете ее помять, да, ничего с этими черепками, у вас будет просто вот такая вот фактура черепичная. Марти Гише придумал, вот опять он выступил в голландском стиле, когда хочется все-таки, чтобы что-то было с орнаментом, но только очень дешевое, только вот никакой этой резьбы, никакого золочения, он придумал клейкую ленту, вот такую, причем с разными орнаментами, да, она, кстати, очень функциональная, я сама пробовала клей, действительно, любую фотографию вы на белую дверь наклеили, вот сверху раму золоченую, да, и у вас, значит, получается, и у него таких изобретений на самом деле очень-очень-очень-очень-очень много. Вот он, Марти Гише, он, конечно, страшен как черт, но он до сих пор, да, он, конечно, уже стал испанским дизайнером, он уже там что-то проектирует, проектирует, надо сказать, довольно редко, но у него действительно, поскольку в нашем курсе мы с вами в основном заточены на историю дизайна, да, я не могу про него рассказывать долго, но обратите внимание, он, глава у него работает, будь здоров. Еще под брендом Дрог Дизайн голландцы продвигали вот такие простые изобретательные светильники. что это такое? Это рубашка белая мужская, может, женская, вообще можете, какую хотите, вот, и, значит, флуоресцентная лампа, значит, как это выглядит? Выглядит вот так вот, да, у вас как бы ничего лишнего, да, конечно, вот эта вот рубашка, она правильно поступает со светом. Там так сделана вешалка, да, что у вас, сколько бы она ни горела, будет всю ночь гореть, у вас все равно ну, ничего не прожжется, да, все будет нормально. Вот, но с другой стороны, вы как бы кричите, что вы страшно экономны, да, что у вас вешалка, она же и, так сказать, вешалка, она же и светильник. Вот он, неочевидный орнамент, да, значит, как это, хочется люстру, и голландцам тоже хочется люстру. Роди Грауменс придумал такой канделябр, да, такую вот люстру, которая называется 85 светодиодных ламп. Да, действительно, они вот гроздьями, такой шар и шнур, шар и шнур, а вот наверху, так сказать, замыкающий этот самый элемент. Вот все это собирается таким пучком, да, и подвешивается к потолку. Тоже к нам приезжала эта лампа. Вот Юрис Ларман, да, когда-то, сейчас он, конечно, вообще про дроп-дизайна не вспоминает, он суперзвезда. Если вот Хэлли Йонгерюс это такая реализовавшаяся звезда, которая вот прям с нимбом уже светящимся, то Юрис, вот он сейчас, так сказать, свежий, да, вот он, она, Хэлла уже немножко забронзовела, а вот он такой вот свежий, но очень-очень большой, да, очень харизматичный, очень интересный. А это его ранняя работа, собственно, с этой работой, он, мне кажется, стартовал по международной прессе точно с этой работой, 2003 год. Радиатор, да, то есть вы представляете себе, что это батарея, да, но батарея вот не скучная, как у нас с вами, а батарея, которая сама себе украшение, да, смотрите, вентиль роскошный, да, все это выглядит, как арабская вязь какая-то, да, которая, значит, вот заканчивается, как какое-то высказывание орнаментальное, которое заканчивается вот этим самым краном. Вещь просто гениальная. Почему? Во-первых, потому что она функциональная, да, то есть греет эта батарея нормально, то есть все в порядке, она работает. Она невероятно красивая, да, то есть вот вы издали красиво, вблизи красиво, сбоку красиво, то есть вот придумано очень хорошо. И вам не нужно покупать картину, потому что это может закрыть всю вашу стену, и он как бы разница по размеру, то есть вы можете заказывать разный размер. Это в том же направлении действовало у Мины Вуа, тоже не совсем себе голландка, хотя она голландка, но она азиатского происхождения. Но тут гораздо все скромнее. Нас всех ужасно раздражают наши розетки и выключатели, особенно если это розетки и выключатели дешевые, и никакие не дизайнерские, а вот такие вот прям самые-самые базовые, которые покупают в Леруа Мерлин. Мина Вуа говорит спокойно. Она придумала такие орнаменты, которые просто… Такая пленочка, которая наносится, она очень прочная, вы можете, у вас остается функциональным светильником и выключателем розетка, но все приобретает уже какой-то другой, немножко более декоративный смысл. Ковер Time is Life. Он интересный, потому что это очень длинный ковер, который на протяжении своей длины меняет орнамент. Он начинается как традиционный арабский ковер, потом происходит вот такая интерференция, сбой, а заканчивается он вообще какими-то снегами, льдами и снегами. Это очень здорово. Ну, понятно, что это, конечно, не для квартир, это скорее для каких-то общественных пространств, но сама идея, что в ковре может начинаться так, потом продолжаться по-другому, а заканчиваться вообще абсолютно непредсказуемым образом, она, конечно, чрезвычайно эффектная. Мариан Бантис тоже как-то вот хороший дизайнер, но вот как-то не очень, не очень я ее вижу. Смотрите, стол. Стол, в общем, простой деревянный стол, хороших пропорций, удобный, за ним удобно сидеть. Но на него нанесен орнамент. И это не просто орнамент, а это зашифрованная надпись. Значит, по-английски, значит, как бы прочти прежде, чем есть. И там стол так называется. А надпись, там, в общем, написано о том, что, в общем, смысл такой, что поделись едой с много голодающих, не все едят так здорово, как ты, и вообще думай о тех, кто не ест вообще. Ну, что-то в этом роде. Значит, вот такой декор с этическим началом, который призывает вас не сразу набрасываться на свое, не знаю, что голландцы едят, бутерброд они едят. Вообще голландцы едят, надо сказать, довольно скучно. Сейчас они работают над тем, чтобы была кухня, хотя бы чуть-чуть приближающаяся к датской. Но вообще едят они скучновато. Вот. Очень интересный стол. Два его сделали дизайнера, причем он тоже приезжал в Москву. Стол 2006 года. Значит, смотрите, что они тоже, это чрезвычайно популярно, когда европейские дизайнеры работают с какими-то ремесленниками, умельцами, которые находятся совершенно в отдаленных уголках планеты. И тут что мы с вами видим? Вообще похоже, да, издали, что это какой-то деревянный такой стол-скобка, большой, массивный, и у него вот какая-то грязь происходит на углу, какая-то декоративная грязь. И мы не понимаем, что там такое. Вообще такое впечатление, что это какая-то плоть разверзлась. А когда мы с вами внимательно начинаем присматриваться, то мы видим с вами тончайшую вот эту самую резьбу, которую делали, конечно, не в Голландии, а делали вот эти самые ремесленники. И там куча всего, там какие-то рыбки, сперматозоиды какие-то, подводный мир. В общем, тоже для стола, надо сказать, ну и бесконечно читать надпись о том, что кто-то голодает, это требует особого, так сказать, настроя. И вот ужинать с вот таким вот бестиарием на столе, тоже надо думать об этом. Голландцы любят фокусы, чтобы вещи были не скучные, и чтобы, когда вы сидите за столом, чтобы вам было чем заняться. Софи Ляшер и Люк Данис придумали целый набор, сервиз, который называется «Аноморфозис». Ну, аноморфозис, вы знаете, по истории живописи, что в XVII веке, во времена барокко, очень любили такие изображения, которые, если вы стоите прямо перед картиной, непонятно, что это, а если вы встаёте под определённым углом, вот этот оптический эффект, вы видите, например, череп. Самое известное – это «Аноморфозис», это на картине Ганса Гольбейна, который находится в Лондонской национальной галерее. Сидят послы на зелёном фоне, роскошные молодые люди, а у них между ними какое-то перо непонятное, ещё какое-то перо, напоминающее устрицу. И непонятно, что с этим пером делать и откуда оно вообще зашло. Но как только вы встаёте под правильным углом, вы видите, что это никакое не перо, а это череп. Ванитас, моменту море. Но не суть. В общем, европейская игра, барочная, голландцы тоже этим баловались. И, значит, современные голландцы думают, ну, в конце концов, ну, а чем мы хуже? Мы же европейцы, это же наша традиция. Мы должны это как-то… Значит, тут, смотрите, тарелочка, на ней какая-то клякса. Ну, как непонятно, череп наш выглядит пером, так и вот эта вот клякса выглядит просто какой-то кляксой. Но есть серебряный стаканчик, стаканчик, да, серебряный графинчик, который вы должны поворачивать. И вот при определённом повороте, потому что этот графинчик неровный, да, при определённом повороте у вас возникает птичка. Вы видите, что это конкретно… То есть вот эта вот клякса отражается в стаканчике и образуется там конкретное изображение. Причём это не просто птичка, а редкая птичка, которая находится в Красной книге и вообще вот-вот вымрет. Да, это ваше прощание с этой птичкой. Фактически цивилизация прощается с птичкой. Крис Кабель придумал зонтик от солнца. Вообще-то он стальной. Значит, что нас естественным образом спасает от солнца? Тень деревьев, правильно? Но голландцы, у них вот такой очень есть ярко выраженный вкус ко всему искусственному. Ужасно смешно рассказывала моя одна приятельница, американка, которая давно живёт в Голландии. Она вот наблюдает, да, вот как голландцы. Она говорила, что голландцы знают, что дерево должно расти ровно, цветок должен расти ровно. Вот они знают, что всё, если цветок растёт или дерево неровно, значит, его надо срубить, выкопать и посадить то дерево, которое будет расти ровно. И действительно, когда вы путешествуете по Голландии, вы видите вот эти рощицы, которые, в них деревья посажены через абсолютно одинаковое количество, одинаковое расстояние. На русские умы это, конечно, производит очень странное впечатление. Но даже когда вы приезжаете, вот очень эффектный переход, если вы едете из Бельгии в Голландию, Бельгия такая вот, ну, Россия, бедоватая там, ну, красиво, конечно, но как-то вот грязновато. И вы переезжаете там непонятно что, потому что на самом деле вы ничего не переезжаете, и вдруг у вас всё расчерчено по линейке, у вас абсолютно ровно растут деревья, у вас ровные полдеры, у вас ровные поля, у вас ровные гладкие дороги, и вы как будто бы въезжаете в какую-то компьютерную игру. И вот это вот спокойное отношение к живой природе. Каждый голландец знает, что любую живую природу можно заменить на ещё более живую или на искусственную, и никакого катастрофы не случится. Та же, уже другая мне подруга рассказывала, что она наблюдала, она живёт в Роттердаме, наблюдала своих соседей. Говорит, утром ухожу на работу, ну, палисадник как палисадник, ничего там не было, прихожу, цветущая клумба, причём цветы разные какие-то, день-два, да, они там поливают, потом раз, ничего нету, опять голая земля. Она подсмотрела этот процесс, действительно, в Голландии можно купить, значит, вам привозят в свёрнутый садик, вы его раскладываете, наслаждаетесь, надоел сад, уехали в командировку, дрыг-дрыг-дрыг-дрыг, всё свернули, отправили назад. Ну, к чему я это? К тому, что, значит, шейди лейс, да, вот, кружевная листва, это зонтик, причём зонтик сделанный из тонкого металла, да, сталь, вот, имитирует вроде бы как веточки, кленовые листочки, на самом деле нет. Это голландцы очень любят, и друг дизайн тоже этим баловался, баловался, это искусственные, ну, из искусственных материалов делать вроде бы как живые растения и животных. Простота. Сейчас быстренько посмотрим простоту, потому что у нас ещё большая программа, а я не успеваю. Но мы же должны прочувствовать дрыг-дизайн от начала до конца. Они любили простые вещи, да. Значит, вот это вот, например, да, такие пришлёпки, придуманные для людей, которые терпеть не могут сверлить бетон и кафель, да, вот когда нужно повесить крючок, да, для некоторых это прям катастрофа. Вот Леон Рамакерс и Ян Хёкстер придумали такие пришлёпки, которые очень прочные, которые, значит, вы пришли к любой поверхности, хотите к плитке, хотите к бетону, всё хорошо. Это мы даже можем пропустить. Но это образец юмора, да, простые доски для приготовления сэндвичей, но только они по форме имитируют вот этот самый хлеб для сэндвичей, да, буханку. Вот. Вроде бы ерунда, а по-голландски. Это войлочный умывальник, да. Значит, а утром вставать неохота, страшно вообще, хочется, чтобы всё было вот, чтобы была тишина, чтобы было всё мягкое, тёплое, уютное. Так объяснял свою концепцию Дик Ван Хофф. Вот вам войлочный умывальник. Да, он действительно сделан из войлока, но войлок пропитан, воду можно лить, он вполне себе функциональный. Но как бы он считает, что с утра он не так пугает, как металлический. Или какой-то другой. Так. Дик Ван Хофф, да, вот у него такая была зацикленность на ванных комнатах его интересовала эта часть дома. Значит, сместитель стоп. Медные трубки, да, значит, они как бы, это у них фигурирует в разделе простота. Голландцы любят делать простые вещи. Мы всё видим, вон они вентили, да. Вот две трубы выходят, да, никакого обмана. Но мы всё-таки хотим, чтобы у нас лилась вода тёплая, да, не отдельно горячая, отдельно холодная. Поэтому в какой-то момент, да, они должны срастись, да, чтобы вот в результате нам падала вода. Нужны нам температуры. Это даже не будем смотреть. И айронии сейчас покажу. Это не такая уж прямо супер айронии, конечно. Значит, Ричард Хюттон, да, сделал в 94-м году, тоже давно, это старая его скамейка. До сих пор Хюттон проектирует очень много и на коне, и всё у него в порядке. Это, значит, была у него скамейка со свастикой. Он её, конечно, назвал, да, тут соль в названии, да. Ну, я не буду вам рассказывать. Садись на неё, и вот там есть зашифрованное слово «шит», да, всё это вы видите. Значит, когда он первый раз её выставил, да, не помню где, может быть, даже в Милане, значит, кто-то подошёл, и кто-то, видимо, из немцев, да, и прямо на скамейке нацарапал, это никогда не повторится, да, это не должно никогда повториться. И Хюттону это очень понравилось, и вот теперь он эту самую свою «сит он ит» прямо вот с этой вот нацарапанной, повторяется нацарапанной надписью. Рядом у него была скамейка «Крест», да, значит, кстати, страшно функциональная вещь, да, потому что вы можете сидеть там, как-то общаться, но они стояли вместе, да, и это вот считается, что дизайну очень трудно дотянуться, поскольку он весь такой вот функциональный, ему трудно дотянуться до каких-то вот прям больших проблем, да. В данном случае это большая этическая проблема, потому что, ну, как вы знаете, всё-таки католическая церковь у нас, скажем так, не противостояла должным образом всем этим безобразиям, которые творились. Ну, Холокост она не предотвратила, да, и даже вот в каком... Мы знаем, что Иоанн Павел, папа Иоанн Павел II произносила, значит, вот эту вот самую публичную, покаянную вот речь, вот. Ну, в общем, короче говоря, «Крест» и «Свастика» стояли у него в одном пространстве. Дальше. Ещё ироничный голландский дизайн. Клаудия Линдерс сделала топ. Да, это одежда вполне себе функциональная, которая называется unlabeled. Что это такое? Это такой вот топик, скажем так, который сделан из ленты, да, то есть вот эта вот лента многократно накрученная, да, сшитая, естественно, по бокам, потому что, а как иначе, вот. Но вся эта лента, она состоит из срезанных бирок самых известных брендов, да, там и Прадо, и Луи Вейтон, и Эрмес, и всё, что хотите, да. Вот, но поскольку все они вот в такой вот куче, да, в куче малей, да, то вещь ироничная, да, но очень изобретательная. Так, и ирония – это книжный шкаф ready-made, книжный шкаф, который продаётся с книгами сразу, да. Причём, значит, книги замечательные. Вот смотрите, да, небольшой. Всё, что нужно культурному человеку, ничего больше. У всех абсолютно одинаковые переплёты. И тут и Оскар Уайльд есть, и Фауст, и Шиллер. Вот всё, что, ну, как бы Томас Манн есть. Вот всё, что нужно знать европейцу, не больше и не меньше. Но смотрите, как тут придумано хитро. Всё-таки есть четыре пустых лакуны, да, куда вы можете поставить свои любимые книжки. Но их должно быть немного, да. Вот не надо перебарщивать. Один шкаф купили с библиотекой, проблему решили. Ну, это просто ещё тоже приезжало в Москву на выставку. Это ужасно смешная вещь, это инсталляция, которая называется «Рыбный ресторан». Она не функциональная, так глаз потешить. Но тут дизайнерам их как бы внимание привлекло то обстоятельство, что мы ведь очень часто видим в ресторанах аквариумы, да, полные рыбы. Рыбу это вылавливают, нас ею кормят. И вообще это такой немножко с точки зрения этики странноватый момент. Они решили сделать рыбный ресторан наоборот, да. То есть они в аквариум поставили ресторан, да. И вот как бы считается, что рыбы могут плавать и смотреть на едящих людей. Силиконовая скатерть, всё понятно. Очень смешная, чтобы не скучать за утренним кофе, у вас есть моя чашка мыслей, да. Значит, что это такое? Это как рулетка, да. На чашке написано, экономия – это экономия того-то, да, экономия, там, не знаю, любви, экономия средств и так далее. Или, например, вера – это… И вот вы, значит, крутите и, соответственно, развлекаетесь. Сегодня у вас одно, завтра другое, послезавтра третье. Всё, сейчас будем быстро смотреть мощных дизайнеров, потому что мы с вами, конечно, катастрофически не успеваем. Пит Хайнейк. Живёт в Эндховене, работает в Эндховене, продаёт в Эндховене, гостей принимает в Эндховене, всё там. Он двухметровый такой дядька, лохматый, всегда лохматый, всегда, значит, вот он ходит в таком виде, в виде, как будто вот он только что что-то пилил. И вообще он очень любил пилить. В детстве мечтал быть архитектором, но у него, у родителей был друг-архитектор, и сказал, знаешь, ты лучше всё-таки займись, побыть ты лучше дизайнером, потому что больше возможностей, да, потому что дом строить – это долго, дорого, муторно. А вот дизайнер, он как бы вот придумал, реализовал, есть. Придумал, реализовал, есть. Значит, вот он такой красавчик. Значит, у него была идея, что всё вот очень жалко что-то, ему не хотелось производить ничего нового. Вообще его очень… Вот бывают такие люди, которые… Бывают люди, которым очень жалко бензин. Вот они стоят в пробках и прямо вот физически страдают, не потому что здесь жалко денег на бензин. Они чувствуют, что бензин уходит, да, вот его нету. Вот ему также не хочется делать новых вещей. Он прямо вот чувствует, что в мире, в Европе, в родной Голландии столько старья, что надо это старьё, что-то с ним придумывать и делать вещи новые. Вот так выглядит его империя. Это старые склады в Эндховене. Я много раз говорила, но всё-таки повторю, что это был моногород, построенный под компанию «Филлипс». Потом «Филлипс» в 1980-х, он оттуда ушёл, потому что перевёл всё производство в Китай. Город остался, опустел. Там могла быть проблема, могла быть нехорошая ситуация криминальная. И правительство Голландии приняло решение, что оно будет развивать Эндховен как город дизайна. Там осталось прекрасное учебное заведение, которое цветёт, развивается. Там проводится Голландская неделя дизайна. И там очень много дизайнеров с очень дешёвыми мастерскими. Вот у Пита Хайнейка, он прямо не в центре, он немножко на выселках, но у него там, если будете в Эндховене, обязательно туда, потому что это производит, конечно, колоссальное впечатление. Вот у него идут вот такие вот цеха, где трудятся мастера, где они обрабатывают это старое дерево, что-то пилят, ващат, оттирают, протирают, покрывают лаком и так далее. И всё это вот в таких вот стеклянных расколах. Вот куча досок. У него огромные склады, которые тоже вы можете видеть, потому что к нему со всей Европы, а мне кажется, сейчас уже и со всего мира, везут вот это вот старое дерево, которое он перерабатывает, старые шкафы, старые доски. Вот его интересуют старые доски. Там же он организовал магазин, там же он организовал галерею, в которой он выставляет художников, которые ему нравятся. Главным образом это художники, которые вот что-то делают из какого-то тоже старья. И там же он открыл ресторан. Вот в ресторан я вас прям настоятельно зову, потому что, естественно, там весь дизайн сделан Питом Хайнейком, там вот эта барная стойка тоже вся из старых досок собрана. И там, конечно, отличная еда. Посмотрим, что же он продаёт. Вещи у него не дешёвые. Вот такие столы обычно стоят у него под 30 тысяч евро. Они могут стоить 23 тысячи, 25 тысяч евро. Но это действительно... Вот когда смотришь на картинки, ну, как бы какой-то разноцветный стол с хорошей геометрией, какой-то нескучный. Но когда вы к нему подходите, вы действительно понимаете, что это вот прям как современная маркетри. Действительно, вот на эти... И вы понимаете, что эти досочки все собраны из старых каких-то мебелей, которые уже отжили свою жизнь. Бережно очищены, отшкурены, отполированы, обрезаны. И из них сложены все эти столешницы и рамы. Значит, вроде бы похоже на балки. Тоже что-то у него там посеребряное. Он, конечно, пробует разные лаки. Он большой специалист по части отделок. Но он любит, чтобы дерево выглядело и брутально, и всё-таки у него есть такой, конечно, коммерческий нюх. Он понимает, что если это стоит 30 тысяч евро, это должно иметь какой-то налёт люкса. А люкс – это всегда что-то блестящее. Поэтому он стал там добавлять... Смотрите, тут основание – это латунная. Латунная подставка, причём довольно высокая. А латунь, сами понимаете, это ближе не к помойке. Это далеко от помойки, скажем так. Вот комодик. Всё функционально, всё открывается. Всё, вот он прям любит, чтобы всё работало, но при этом, значит, чтобы всё было вот такое. Он стал работать очень эффектно с металлом, потому что металла тоже металлолом. Металлолома огромное количество, и всё это тоже можно перерабатывать в вполне такие эффектные вещи. Смотрите-ка, тут вообще газовые трубы. Вот у него есть очень эффектная коллекция. Там стол, несколько стульев, по-моему, одно кресло, и даже какой-то светильник. Всё на основе старых, ржавых, прохудившихся металлических газовых труб. Любит он подсобрать и оконные рамы. Я не могу сказать, что это прямо умереть, как красиво у него получилось. Но изобретать-то я бы, я бы. Вот для ресторанов, для, мне кажется, для гостиниц вообще идеальный вид. Для гостиниц может быть опасно, конечно. Ещё он говорит, товарищи дорогие, в Европе скопилось невероятное количество старой плитки, мы тоже должны, и она выбрасывается. Вы когда ремонт делаете, вы плиточку свою аккуратненько выносите, ночью донесёте к контейнеру, в лучшем случае. А Пит Хайнейк бы вас по рукам, по рукам. Потому что всю эту плиточку надо отвозить какому-то дизайнеру, который будет делать из этого прекрасные модные столы. Это прямо вот пиксельный такой компьютерный стол, сделанный весь из плитки БУ. Попрощались с Пит Хайнейком, любим его всю жизнь. Мартен Баас. Мартен Баас, конечно же, выпускник Эндховенской академии дизайна. И он такой человек-люкс. Человек, который вообще делает только для галерей. И он здорово. И он такой дерзкий. Он прямо по преимуществу художник. Его первая работа студенческая называлась коллекция «Смоук». Он экспериментировал с палёной, обожжённой древесиной, в том числе и сжёг старые вещи. Сейчас мы попросим включить наше видео. О, прекрасно. Я помолчу, вы посмотрите. Говорить не будете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Это была его дипломная работа. Конечно, дипломная работа выглядела не так совершенно, но смысл был в том, что он сжёг старую мебель, и обугленные конструкции потом он укреплял, чтобы они не пачкались, не разрушались. И это действительно выглядело невероятно эффектно, свежо. И его подхватила компания Муй. В конце вы видели это название. Это голландская компания, которую организовал в своё время Марсель Вандерс. Сегодня я вам его снова покажу. И Марсель Муй, там, помните, было много-много буквы О. Вообще Муй по-голландски – это красиво. А когда вот так много-много О, это значит очень красиво. Умереть прям как красиво. И, конечно, вот этот стул, который мы с вами видели, это уже поставленный на поток, уже немножко по другой, конечно, технологии сделано, но идея была у него очень свежая. Так, это вот была как раз компания Муй, делала рекламную кампанию, и там рекламировали smoke, вот эту коллекцию. Значит, Мартин Баас в 2006 году сделал коллекцию clay, пластилин. Тоже крайне эффектная вещь, да. Дети лепят из цветного пластилина, вот, и нам кажется, что это всё, вот мы сейчас вот пальцами подойдём, всё сожмём, да, и всё это исчезнет. На самом деле, это такие настоящие крепенькие стульчики, но такие вот. Он, конечно, певец несовершенства, он сам говорит, что я не люблю вот вещь идеальную, да, любая, он сравнивает свой дизайн вообще с гастрономической, такого высокого класса кухней, да. Говорит, я люблю живые продукты, я люблю органику, чтобы были трещины, чтобы было вот абсолютное вот это вот, ну, как бы не конвейерная история, неидеальная, чем неидеальнее, тем лучше. Так, у него была гениальная совершенно коллекция, которая называлась Time Pieces, по-моему, я могу врать, она была здорово придумана. Я на каждой лекции, когда речь заходит о голландском дизайне, я, конечно, её всегда показываю, наверное, всем я вам уже надоела, но, может, кто-то не слышал, расскажу по-быстрому. Значит, в чём тут была идея? Идея была в том, что у вас стоят классические, прям такие, как у дедушки в доме, большие короба, напольные часы, и все они такие вот прямо олдскульные, тяжёлые. Всё самое интересное происходит в циферблате. А в циферблате у вас снято видео, где человек рисует каждую минуту стрелочку и стирает её, рисует и стирает, рисует и стирает, рисует и стирает. И когда бы вы ни посмотрели, вы понимаете, сколько сейчас времени. Точно, это реальные часы, они работают как часы. Но при этом у вас не механизм, а вот такой видеоролик, бесконечно длящийся видеоролик с живым человеком. И вы в своей спальне никогда не бываете одни. У вас всё время человечек ходит и напоминает, что время-то идёт, биологические часы, и не только биологические тикают. Музеи все сразу закупили, потому что это невероятный аттракцион, это всё-таки дизайн, это сумасшедшие технологии на тот момент были. Это абсолютно функциональная вещь. Никто не усомнится. И это очень здорово придумано. За это мы любим Артена Бааса. Одна из последних его коллекций называется «Панцирь». Его уже 10 лет продаёт моя любимая галерея «Карпентерс Вокшоп Гэллери». Он придумывает вещи, они помогают ему где-то их реализовать, ищут, где это можно произвести. Это панцирь-коллекция. В чём её смысл? Смысл в том, что верхний слой сделан из такой металлической обшивки. Это кусочки металла, которые приклёпаны друг к другу. А внутри мягкая сердцевина. Там какие-то редкие породы дерева. По-моему, даже есть какой-то пергамент. Что-то такое очень-очень нежное. Он сам говорил, что мне нравится, хотелось в предметах, в коллекции реализовать вот эту идею живой природы. Вот как у черепахи у неё. Панцирь такой крепкий и красивый. А внутри она вся такая мягенькая-мягенькая. И вот может ли мебель быть такой же? Практика показывает, что может. Причём смотрите, как всё придумано. Во-первых, каждый такой кусочек этого металла – это живопись Рембрандта. Там куча всяких оттенков. Понятно, что он там как-то это выдалбливал. И посмотрите, фактура совершенно шикарная. Во-вторых, вроде бы издали нам кажется, что это такие гвозди заклёпочные. На самом деле он придумал, чтобы издали это казалось чем-то привычным, понятным. А вблизи – это какие-то непонятные металлические капельки. В общем, всё продумано. Это у нас письменный стол. Так, едем дальше. Мартена Бааса тоже. Я вас очень рекомендую за ним следить, потому что он вышел на такой уровень, когда либо он вообще просто прекратит этим заниматься, либо он будет делать вещи не хуже. Потому что вот с этой высоты спускаться смысла нет. У него всё, что он сделан, – это лимитированные серии. То есть либо это будет само по себе расти в сцене, если он просто перестанет, чтобы это не было делать, либо он будет делать хотя бы на том же уровне, и это должно быть очень-очень круто. Хэлла Йонгериус. Я вам говорила, что она прям вот такая, прям как Филипп Старк. Она действительно, ну, Филипп Старк – это отдельный разговор, а вот Хэлла Йонгериус действительно невероятно талантливая тётка. Она тоже начинала и много делала для дрога дизайна, но она тоже быстро, довольно стала очень самостоятельной. И она работает, она любит пофантазировать, её интересует цвет. Вот цвет стал её. Ранняя работа, я вам показываю, это условно какой-то 2001 год, называется My Soft Office. Значит, это рабочая кровать. Я кровать эту помню. Она находится в Музее современного искусства города Нью-Йорка, конечно же. Значит, у Хэллы уже тогда было, она уже понимала, что все мы будем рано или поздно работать дома, да, а все наши рабочие пространства будут мимикрировать под домашнюю обстановку. И вы знаете, что в хороших офисах, да, уже, скажем так, не совсем офисный стиль. Ну, не так, конечно, но всё-таки близко, да. Значит, что тут было предусмотрено? Тут была предусмотрена такая ездищая панель, которая приближает вас к компьютеру. Это удобная экрана, она очень широкая, да, тут можно положить книжки, тут выдвигается что-то ещё, где вы тоже можете что-то разложить. Вот понятнее была клавиатура, да, потому что тут вы сидите без отрыва, 24-7, да, вот, и вам надо что-то есть. Вот было много разных съёмок, кто-то здесь с этой тарелки, встроенный в клавиатуру, ест пиццу, кто-то ест прямо спагетти. В общем, всё для вас. А это был её такой проект, моментально показанный в Лондонском музее дизайна, пришитая посуда. Вот он как бы говорит этот проект, что мы, голландцы, очень любим красоту, но вы должны быть готовы к тому, что мы будем делать неудобные вещи. Главным образом этот посыл был к местному голландскому населению. Это очень важно. Голландцы, как государство решило поддерживать дизайн, так и голландцы сами поняли, что голландский дизайн – это может быть современный, это может быть очень здорово. И все, и школьники, и молодые специалисты, и студенты, и бизнесмены, и все, и пенсионеры, все решили, что мы будем, чтобы не сделали наши голландские ребята, мы будем как-то вот это любить, будем это покупать, будем это заказывать. И действительно, в странах, где сильны горизонтальные связи, вот эти инициативы, они очень быстро укореняются. Был у нее фарфоровый такой сервис. Сейчас я буду страшно убыстряться, потому что мы должны еще кое-что все-таки посмотреть. Ее знаменитая коллекция называется «Офисные животные». Это вообще-то, хи-хи-хи, ха-ха-ха, офисные кресла. Если кто-то не понял. Но они вот с такими колпачками, с такими коренолинцами, с какими-то юбочками. Хэлла Юнгириусы тогда нам тоже говорила, что работать надо как-то поприятнее, не надо так вот совсем функционально. Вот смотрите, какая тонкость. Относительно, ну не до 10 лет назад она сделала, ее подхватил парижский галерист Дидье Гржентовский, я вам сегодня его покажу. И она сделала для него, для галереи, его карио, несколько очень таких вот прям эффектных вещей, в том числе и знаменитые ее столы. Значит, есть стол с лягушкой, есть стол с какой-то еще же... А, улитка, есть огромный стол с такой же огромной улиткой, и вы пропорционально видите, что это прямо вот огромная рептилия сидит. Эта рептилия больше, чем человек, который сидит за столом. Она очень любит цвет, много с ним экспериментирует. У нее была инсталляция цветные вазы, которая тоже, кстати, приезжала в Москву в рамках той выставки. Она делала одинаковые вазы, но у нее был сложный концептуальный выбор этих цветов. Она ведь не полностью их красила. Она как будто бы на всех этих вазах пробовала цвета. И вообще она цветом очень интересуется. Несколько лет назад она была назначена одним из арт-директоров компании «Витро», который мы с вами любим, который я бесконечно упоминаю. Но в ее компетенцию она не общий арт-директинг осуществляет, а она занимается именно палитрами, потому что все, что касается цвета и мотивов, орнаментов. Она разрабатывает. Что мы сейчас смотрим, что я вам показываю? Она настолько увлечена вообще этим цветом, его разнообразием. Причем ее интересует цвет именно в промышленно произведенных сериях. Не художественный цвет в единичном каком-то предмете, а вот то, что поставлено, как бы производится серийно, но там может быть очень интересный цвет, и этот цвет надо изучать, варьировать, и искать новые какие-то палитры и так далее. Короче, значит, в Лондонском музее дизайна, уже в новом, на новой площадке, она полтора года назад показала шикарную выставку, которая называлась «Дышащий свет». Собственно, она всем показала, что если у предмета много граней, то один и тот же цвет может давать несколько оттенков. И это действительно… Сейчас я вам прямо несколько покажу. Там, конечно, была подсветка, но вот это вот ее… Она как бы говорит, что если вы проектируете граненую вещь, она с интересным цветом, она будет смотреться интереснее. Посмотрите, как это бывает. Даже если вы производите что-то серийно, постарайтесь, чтобы было больше граней. Грани дают разнообразие цвета. Вот так выглядела эта прекрасная экспозиция. И мы тут незаметно добрались до Марселя Вандерса. Марсель Вандерс – особая тоже фигура в голландском дизайне. Во-первых, его не очень любят в Голландии. Он такая немного белая ворона. Он выступил концептуально в конце 90-х годов, в начале 2000-х. И он много раз рассказывал о своей концепции. В какой-то момент он ужасно устал от функционализма, ужасно устал от этой скромности голландской, от протестантской этики, которая предписывает экономить, жить скромно, скучно, рационально и так далее. И он понял, что именно в Голландии можно придумать такой дизайн, который будет фантазийным, который будет будить воображение, который будет апеллировать к большим количествам орнаментов, цветов и так далее. И он придумал то, что называется дигитальным барокко. В середине 2000-х годов, или нео-барокко это называют, это цветущие орнаменты, обилие орнаментов, плотные орнаменты, сочетание разных, очень много орнаментальных вещей, которые со сложными силуэтами, с большим количеством принтов, которые апеллируют вроде бы к голландскому декоративному прикладному искусству, но при этом это все именно принты, это никогда не ручная роспись. Вы когда издали смотрите на вещи Марселя Вандерса, вам кажется, вау, как это сложно сделано, какая-то работа. Но все они принципиально, там есть элемент ручной работы. Но вот он как раз, это вот дизайнеры, которые исповедуют технокрафт, вот сочетание машины с ручной работой, это одно. А он все-таки, у него преобладало серийное производство, но обязательно с напринтованным чем-то очень, тем, что у нас ассоциируется с ручной работой. Посмотримте. Вот смотрите. Вот прям чистый Марсель Вандерс. Марсель Вандерс сидит и делает какой-то такой пол, который выглядит прямо как будто бы это какая-то невероятная чугунная плитка, каслинское литье. А на самом деле сидит Марсель Вандер и раскатывает вот это свое покрытие, им самим придуманное, которое производит впечатление, что это вау, как это сложно, а на самом деле это очень-очень все быстродельное. С дельфским фарфором, с мануфактурой дельфской фарфоровой, у него был прекрасный проект, который назывался One Minute. Он заключался в том, что есть сложные вот эти традиционные формы дельфского фарфора, и они могут быть сколь угодно традиционными. Есть знаменитый вот этот вот кобальт синий, синяя дельфская. Но можно делать современные вещи благодаря тому, что вот этот декор будет не выписан подробно, никаких там не будет жанровых сцен, к которым мы привыкли. А будет вот Марселем Вандерсом что-то спонтанно сделанное за минуту, One Minute. Чистая спонтанность, будто бы он наш полок. Но надо сказать, что вещи-то красивые. Эта синяя краска сама по себе такая красивая. Этот фарфор сам по себе такой хороший. И Марселем Вандерс действительно придумал, чтобы это не было таким совсем скучным повтором, оживить это спонтанной росписью. Ну, Марселем Вандерс кое-что сделал для Капеллини. Да, вот тут мы как раз видим, много цвета, как будто бы это какой-то витраж необыкновенный, может быть, даже средневековый. Но пригляделись и поняли, что это ПВХ, вискоза, запринтованное, но очень мощное. Не случайно мы с вами прям читаем там плотный черный контур. Вот он сквозит. Это нас заставляет думать о том, что это похоже на витраж. Кресло круше. Все такое ажурное, как будто бы это прямо какие-то кружевницы барабанские сплели. На самом деле... Так. Табурет Стеун, который пластиковый, чисто пластиковый, но поскольку там столько грани, нам кажется, что это прям хрусталь Бакара. Вот. Значит, где можно... Марсель Вандерс напроектировал кучу предметов, очень много. Чего он только не делал. Он делал столы, стулья, светильники, витражи, зеркала, обои, напольное покрытие. Вот он как бы хочет быть тотальным. И, конечно, он очень много сделал гостиничных, дизайнов гостиниц, дорогих, естественно, и клубные, и пятизвездочные. Значит, проще всего увидеть всю полноту концепции Марселя Вандерса в Амстердаме, если вы зайдете, туда всех пускают, даже если вы не постоялец отеля Андац, вы можете туда зайти. Это ресепшн, чего мы с вами тут только не видим. Мы с вами видим и дельфские какие-то сине-белые узоры, и какие-то традиционные колокольчики, и в колокольчиках светильники. Сейчас я вам покажу еще пару. Это тоже ресепшн, ковер. Запринтовано все. Удивительно, что он оставил такой белый пол, это вообще на него не похоже, потому что он любит, когда орнаментом покрыто все. Там есть такая лифтовая шахта, обязательно надо покататься на лифте, потому что лифтовая шахта стеклянная, и вы видите стены, которые заклеены обоями Марселя Вандерса, а на этих обоях он размышляет о истории Амстердама. И там всякие корабли, все это белый-синий корабли, астролябии, лодцы старые. Глаз не оторвешь. Это другой отель, но тоже Марсель Вандерс, поскольку он делает все. Вот так вот примерно выглядит в этих отелях, можно понять его вкус. Посмотрите на лестницу, это же совершенно чистые воды кружева, кружева металлические, очень тонкие, и она прямо тоже нам кажется каким-то сюрреалистичным элементом. Это у нас зарекламировал обои Марселя Вандерса. С Марселем Вандерсом. Значит, у Марселя Вандерса в 2015 году была огромная выставка в Центральном городском музее, в Стедолике. Стедолик – это амстердамский главный музей по части всего XX века. Прям большая персоналка. Она называлась «50 лет Марселю Вандерсу, 25 лет в дизайне». Всё выставлено. Действительно, это производит большое впечатление. Но сам он уже в Амстердаме не живёт. Сам он уже живёт довольно несколько лет в Милане. И вообще собирается покинуть Милан, собирается отбыть в Азию. Потому что действительно у нас дизайнеры в Азию мигрируют. И, как я вам уже сказала, голландцы недолюбливают. Особенно дизайнерское сообщество, музейщики Марселя, конечно, недолюбливают, потому что они считают его, конечно, слишком коммерческим. Студия Йоп. Йоп Смитс и Нинке Тинагель. Они тоже, как Мартен Баас, только для музеев, для галерей вот туда. Почти не замечены в серийном производстве. Они главным образом прославились тем, что они придумали возродить орнамент. Вот орнамент, придуманный, сложно сочиненный. И сделали несколько коллекций, таких вот покрытых разными орнаментами. Это их коллекция. Пирист она называлась. Вот я вам показываю, чтобы вы смогли разобрать, как это выглядит вблизи. Это многодельные, дорогие вещи. Это прям инкрустация. Продается только в галереях. А вторая коллекция у них была более веселая. Называлась она «Бавария». Им нравится в их орнаментах смешивать высокое с низким. Там чистая история была в предыдущем. Там скелеты животных. А здесь немножко ироничное отношение к баварцам. Потому что баварцы любят фермерство. Баварцы такие любят что-то вырастить, собрать урожай, пиво выпить и так далее. Хрю-хрю там, всякие свинки, цветущие деревья, ограды. Немножко иронично, очень цветно. Это все из разных дерева, лаки, ламинаты. Тоже они любят сочетать высокое с низким. Вот так выглядели конкретные вещи. Есть шкаф, есть ширма и вообще в этой коллекции масса всяких предметов. Конечно, если вы близко подходите, то там все идеально лазером выточено. Вообще, это все невероятно многодельные вещи. Поэтому они, собственно, и лимитированы серией. Вот тут, к сожалению, мне ужасно стыдно. Я искала и не нашла. У них была еще потрясающая совершенно серия, вот этот вот сервис чайный. Там соединена христианская символика со всякими высоковольтными вышками, с нефтяными вышками, вот с таким вот индастриал, таким стилем совершенно современным. И надо сказать, что очень изобретательно. Вот. К сожалению, я вот не нашла, чтобы орнамент был крупный, чтобы вы это рассмотрели. Их тоже давным-давно уже продает вот это вот уже теперь международная галерея Carpenters Workshop Gallery, устраивает им шикарные выставки. они проектируют многое. У них есть яхты, спроектированные ими, есть вот эти вот самые коллекции, есть знаменитая коллекция фермерская, по-моему, я вам ее не накачала, но не суть. Вот такие вот, причем это ведь не краской нарисовано, это все инкрустация. Представьте себе, сколько всего надо лазером вырезать, потом это как-то укрепить, а потом это значит заполировать, залачить, чтобы это вот производило впечатление. Даже если вы живописец и вам нужно вот на холсте маслом это изобразить, вы умрете все это, вырисовывая, а если это вот поверхность шкафа, которая, и это все инкрустация, это, конечно, страшно. Они ипотажники, да, у них, они, есть у них стол с прокинутым таджимахалом, есть у них такой же опрокинутый, по-моему, шартерский собор, тоже огромный шкаф, да, вы дверцы открываете, все в порядке, но если вы обходите этот шкаф, то у вас там вот весь шартерский собор лежит, да, со всеми пинаклями, с вестверком, с аркбутанами, с контрфорсами, вот, то есть, ну, понятно, что это такой дизайн уже на грани крупных капиталоемких инсталляций. Недавно, ну, несколько лет назад, они купили в Барабанте, в глухом местечке, вот эту вот самую виллу, домик очень простой, и сделали такое полумузей, это их дом, да, они выкупили, Нинки с Йобом с Мэтцем, выкупили дом, и устроили, они там живут, они там, но и публику пускают, скажем так, значит, сейчас просто покажу комнаты, все тут составлено из дизайна такого вот артистичного, концертного, лимитированных тиражей, но не все вещи их, скажем так, вот их ковер, помните, я вам показывала эту коллекцию, перишт, перишт, это, как это, подскажите мне это слово, ну, плохой, да, умерший, да, ушедший, так, это лестничная клетка, спуск с лестницы, там торчит светильник в знаменитой форме женской груди, сейчас, может, я вам покажу его покрупнее, а, да, вот они у меня есть, вот, ужасно смешные, конечно, они, да, но обратите внимание, тут есть прямо и такие вот культовые вещи голландского дизайна, так, Кики Ван Эйк и Юст Ван Блейзвик, тоже выпускники Энхойтской академии дизайна, значит, про них, как говорят, делят мастерскую, стол и постель, да, но вещи делают разные, да, то есть вот они как бы живут вместе, проектируют вместе, даже выставляются вместе, но каждая вещь подписана разным именем, да, у них как бы разные проекты. мне трудно вообще, пожалуй, что Кики поинтереснее, чем Юст, вот что я вам могу сказать, может быть, просто она больше работает, она прославилась, она прославилась вот этой кушеткой, которую продает Нина Ешар в галерее Нилуфар в Милане, она смешная, она смешная, потому что она сделана как садовая кровать, да, и нам кажется, ну, подумаешь, там, две палки связали, что-то там, при этом она абсолютно люксовая, потому что это никакие не палки, это бронза, дорогая, есть тут элементы из анодированного алюминия, ну, представляете, что вот все вот эти вот ножки, да, это все чистая бронза, вот, прославилась она вот этими проволочными часами, да, смешные они, потому что они вроде как имитируют классическую историческую форму, да, а при этом они все абсолютно прозрачные, и весь механизм спрятан вот в эту самую таблетку белую, в циферблат. Теперь я вам покажу все-таки быстренько, прямо очень престо-простиссимо, трех продавцов, да, поскольку у нас все-таки 2000-е годы, это галерея, расцвет галерейного дизайна, всех, конечно, не покажу, но в Париже одним из первых современников, я не говорю про Корбюзье, про Шарлотту Перьян, про Эллингрей, а вот именно современников, современных дизайнеров, причем молодых, стал продавать в галерее Дидье Гржентовский. Галерея его называется Крио, находится она на Рюдофин, вот такие там пространства. Он, причем, он очень хорошо разбирался во французах, молодых, вот которых он, и потом стал приглашать совершенно разных. Он продавал первый Барк и Ньюсона, о котором я вам рассказывала в прошлый раз. Он уговорил Хэллу Йонгерию стать его дизайнером, и теперь, по-моему, в Европе Хэллу продает только он, только Дидье Гржентовский. Братья французы, я про них вам еще не рассказывала, братья Ранана Эрван Баруле, когда-то для Дидье Гржентовский сделали шикарную совершенно, придумали светильник, который называется Лиана. Очень простой принцип. Фактически это софиты, технический свет, который болтается на проводах, на таких жгутах. Но, как я всегда говорю, потом этот светильник уже в коммерческом производстве стал, во-первых, он и называется по-другому, и он попроще. Но когда это был галерейный образец у Дидье Гржентовский, вы представьте себе, что все эти самые провода в таком кожухе из тонкой черной кожи, тончайшей выделки. Это вещь абсолютно люксовая. А главное, что вы можете совершенно укреплять их на разной высоте, покрывать огромные пространства и освещать, и моделировать. Так, культовая фигура из продавцов. Мюррей Мосс, американец, начал продавать дизайн в Нью-Йорке. У него тоже была идея. Если Дидье Гржентовский обратил внимание на молодых современников, то Мюррей Мосс придумал концепцию стора, дизайн стора, где продается разная дизайнерская вещь, разных авторов. Просто его выбор. И вещи, какие он захочет. Наверняка так. Значит, это витрины его. К сожалению, он маркировал все 2000-е годы, он маркировал все 90-е, но, к сожалению, вот 18 лет присуществовав, несколько лет назад он закрылся. Мосса больше нет. Но идея была гениальная. Вот все вот эти последующие желания продавать дизайнерские вещи, может быть, даже не очень дорогие, выбирать их по собственному вкусу. Потом это очень стало распространено. Этим занимался и Калет, и многие другие. Но именно общедоступный магазин, где представлено все. Чуть-чуть одежды, чуть-чуть стейшнери, как по-русски сказать. канцелярских товаров, чуть-чуть посуды, чуть-чуть мебели, чуть-чуть света, чуть-чуть того, чуть-чуть сего. Придумал Мюррей Мосс. Это он делал грандиозную выставку в своем Лос-Анджелесском магазине, посвященном Дитеру Рамсу. Один, кстати, был из самых последних его проектов. И еще один галерист, который вообще-то дизайн не продает, а это крупнейший галерист, который продает современное искусство, Ларри Гагасян, прям звезда Нью-Йоркской вот этой самой галерейной цусовки. Но именно поскольку он всегда держит нос по ветру и всегда хочет возглавить процесс, в 2007 году, даже чуть раньше, наверное, высох стоял в 2007, наверное, где-то в середине 2000-х, он понял, что современное искусство прекрасно, но дизайн подтягивается, и надо попробовать показать дизайнера в пространстве своей галереи. Кого он выбрал? Одного он выбрал, он не стал размениваться, он выбрал одного дизайнера, этим дизайнером оказался Марк Ньюсон, и вот они стали сотрудничать, Марк Ньюсон спроектировал, сделал, реализовал специальную коллекцию для этого галерейного показа у Ларри Гагасяна, он его показывал, у него несколько пространств в Нью-Йорке, ну, собственно, два, вот он показывал в Челсе в 2007 году, вот для историков дизайна и для критиков и для всех, кто вообще интересуется как-то дизайном, действительно, если Ларри этим занялся, если Ларри обратил свой взор на коллекционный, на то, что мы сейчас называем коллекционным дизайном, значит, за этим будущее, значит, это будет развиваться в этом направлении. А после этого Ларри Гагасян сделал еще шесть выставок Марка Ньюсона, последняя была, он ее провел тоже давно, где-то в 2009 году, она была посвящена транспорту, то есть он в пространстве своей галереи показывал яхты и маленький вертолетик, спроектированный Марком Ньюсоном. Сейчас чуть-чуть посмотрим вещи. Вещи, конечно, отличные, потому что это стеллаж вороной, имеет такую структуру совершенно такую биологическую, бионическую, но сделан при этом из натурального мрамора. Красивый, прям невероятный. И сам стоит. Ходи и удивляйся. Мраморное кресло. Тут мы, кстати, видим вот это формообразование Марка Ньюсона, от которого я вам рассказывала в прошлом году. Он умеет делать такие вещи абсолютно вневременные, потому что это и сейчас классно смотрится, это и в 2007 году классно смотрелось. Если бы это кому-то показали в 60-е годы, все сказали «Вау, как это перспективно». И я уверена, что через 10 лет они сохранят свое качество. Дальше. Я вам говорила, что в 2000-е годы появились вот эти многодельные вещи, которые прямо вот... Апофеозом этого движения стал конкретный шкаф. Шкаф фиг-лиф, фиговый листок, который сделал бельгиец торт Бонтье. Мы его называем то Бонтье, то Бонтье, то Бунтье. В общем, будем называть его тортом Бонтье, Бонтье, наверное, так. Значит, что это за шкаф? Вещь сугубо функциональная. Уже во всех хрестоматиях дизайна она есть, уже многие музеи купили, во всех фильмах, посвященных дизайну она есть, но вы должны ее тоже посмотреть. Что это такое? Вот шкаф в закрытом виде, как беседка, оплетенная фиговыми листками. Вот шкаф в раскрытом виде. Вы открываете дверцы, и там у вас такое дерево-ствол. Вот собственно на этот ствол вывешаете свои платья Стелла Маккартни, не знаю, что еще такое. Даже правда сюда не повесишь, не знаю, Вот на этот вот, причем ствол сделал Патрик Бланшар, скульптор, парижский скульптор, ученик школы Булея, то есть это многодельная вещь. Вот этот корпус из листочков тоже делали 49 мастеров. Корпус состоит из 616 листьев. Каждый листочек расписан вручную мастерами. Это эмали. У каждого листочка есть медный контур, медный ствол. Каждый листочек до сих пор сохранился альбом. Дизайн росписи каждого листочка торт Бунтье рисовал сам. Вот эти гуаши и акварели, в которых все это. Сейчас я вам покажу покрупнее, чтобы вы видели, насколько это действительно производит впечатление какой-то гиперреалистичной листвы. На них хочется смотреть, их хочется трогать, они довольно прочные, и все это в абсолютно функциональной вещи. И, конечно, как я вам говорила, все эти эксперименты и голландцев, и неголландцев, они множились в 2000-е годы, и нужно было поставить какую-то не то чтобы точку, но нужно было как-то зафиксировать этот процесс. Что фиксирует процесс, как мы знаем? Музейная выставка. И в данном случае не музей современного искусства города Нью-Йорка. Мы привыкли, что там главные эти выставки судьбоносные проходят. В данном случае подсуетился Лондонский музей Виктории Альберта. И мой приятель Гаррет, сейчас я вам покажу, Гаррет Уильямс, куратор Виктории Альберта по части всего, что касалось моды и главным образом дизайна, автор отличной книги, очень маленькой, он очень ленивый. Книгу он написал тоненькую, но она прямо вышла у него в 2006 году, и она была такая правильная книжка, называется «The Funche Machine» «Мебель с 1990 года». Так вот, он сделал выставку, сейчас я вам покажу, рассказывая истории, фантазии и страхи современного дизайна, я вам, понимаете, показываю афишу этой выставки, фантазии и страхи. Вот он собрал всех лягушек, всех зверюшек, всех листьев, вот эти, конечно, центральным экспонатом его выставки стал этот самый Фиглиф, да, там же была Юргена инсталляция, которая называется, значит, дом из этого серванта, да, там же, естественно, очень много вещей студии Йоп, прям очень много, они там были одними из самых главных персонажей. Вот тут кривой, косой стоит, это я вам показываю уже кадр экспозиции, кривой, косой стоит шкаф сделан Мартином Баасом, и сейчас в заключении мы с вами посмотрим чуть-чуть, к сожалению, эта выставка нет хороших съемок с нее удивительным образом, почему, вот, и вы видите прямо все такое сложно сочиненное, все такое многослойное, эффектное. на сайте музея Виктории Альберта есть анимация, чтобы получить полноценное представление о том, что это было за шоу, что за выставка, вы можете сходить на сайт, и мне, к сожалению, не удалось выковырнуть эту анимацию, чтобы показать вам на лекции, но каждый из вас самостоятельно может этим заняться. Все, спасибо вам за внимание.